Елена Курбот – городская жительница, но очень любит природу. С нетерпением ждёт начало ягодного и грибного сезонов. И не только ради полных корзин. Нравится сам процесс. Всегда хорошо ориентируется на местности, поэтому, признаётся, смело заходит в любой, даже незнакомый массив. Однако самонадеянность однажды подвела. В этом месте я была четвёртый раз. Я слышу шум машин, я слышу трассу. Я пытаюсь туда идти, но я понимаю, что я иду не туда. У меня началась паника, я начала переживать. На протяжении часа Елена пыталась выйти из леса самостоятельно. Потом подключилась дочь, которая с помощью геолокации определила месторасположение мамы и направила спасателей. Приехали спасатели, начали сигналить мне с трассы. Они подъехали, что я хорошо слышала сигнал, и я спокойно на него шла. Периодически мне названивали, что где далеко, недалеко. Но в результате я вышла. Спасатели напоминают, что к походу в лес нужно готовиться. Надевать яркую одежду и на 100% заряжать телефон. С собой обязательно должны быть также вода, небольшой запас еды и лекарства. Отправляясь в лес, предварительно изучите маршрут. Даже если вам кажется, что лесной массив вам давно и хорошо известен, не лишним будет вспомнить, где находятся входы и выходы в лес. Сообщите своим родным и близким, куда вы отправляетесь и как скоро собираетесь вернуться. Если все же заблудились, главное, говорят спасатели, постарайтесь сохранять спокойствие. И внимательно прислушайтесь к окружающим звукам. Шум автомобиля из дороги, например, слышен на расстоянии до 3 километров. Лай собак до полутора километров. И ищите линии электропередач, просеки и тропинки. Идя вдоль них, вы обязательно выйдите к людям. Позвонив спасателям, четко отвечайте на вопросы диспетчера и следуйте его инструкциям. Это позволит значительно ускорить поиски. Для проведения поиска потерявшихся людей в лесных массивах работники МЧС привлекают специальную технику квадроциклы и технику повышенной проходимости для того, чтобы прочувствовать лесные массивы. Так, передвигаясь на квадроциклы, работники МЧС попадают в самую чащу леса, где также могут проверить на наличие там людей. Для поисков людей, потерявшихся в лесных массивах, используются и дроны, и воздушные квадрокоптеры. Ищут заблудившихся в лесу также сотрудники милиции, работники лесного хозяйства и, конечно, волонтёры. В Гродненской области только при организации Красного Креста четыре команды добровольцев. Они работают в разных городах. В случае необходимости помогают искать людей даже в других областях. Всего в этих командах у нас около 50 человек. Это молодые люди, люди среднего возраста. Прежде чем волонтёров допустить до поисковых мероприятий, они проходят специальную подготовку и первой помощи, и, собственно, поисковым мероприятиям. Они учатся работать с компасом, с картой, с навигационным оборудованием. С начала года только в Гродненской области работники МЧС пять раз выезжали на поиск людей, которые потерялись в лесу. В четырёх случаях это были взрослые. К счастью, все эти истории закончились хорошо. Потерявшихся нашли, в медицинской помощи они не нуждались. Алена Жиборт, Владислав Хаткевич, телекомпания СТВ.